Поводом для обращения в прокуратуру может стать любое нарушение закона. Например, задержали зарплату, не предоставили информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, не дали увольнительную во время службы армии. Эти и многие другие вопросы могут быть решены вследствие обращения в прокуратуру. В задачу прокуратуры входит также выявление нарушений законности различными надзорными органами, осуществляющими государственный контроль. Обращение в прокуратуру может быть коллективным, индивидуальным, причем не только от гражданина, чьи права, свободы и интересы нарушены, но и в защиту прав других лиц, интересов государства и общества. Рассмотрим эти вопросы подробнее с моим гостем в студии. Андрей Александрович Немродов, заместитель прокурора Краснодарского района, младший советник юстиции. Это программа «Прокурор в теме». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, прокуратура сегодня является одним из тех государственных органов, куда каждый из нас может обратиться со своей бедой и получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь. Вот в минувший год, особенно из-за ситуации с пандемией, скажите, пожалуйста, какие вопросы потребовали именно немедленного вмешательства прокуратуры? Ну, смотрите, у нас, конечно, пандемия внесла определенные трудности. У нас особый взор был обращен, надзорный был обращен на соблюдение трудовых прав граждан, соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Прокуратура на постоянной основе проводила проверки в 2021 году, продолжает эти проверки и по сей день, соблюдение санитарно-эпидемиологического, как я уже сказал, законодательства. Мы проводим проверки в отношении органов местного управления, ну, администрации района в нашем случае, как они исполняют эти требования, поскольку на них тоже возложены определенные полномочия по проведению проверков, также органы полиции. В целом, одно из самых основных — это как бы мониторинг владения и проведения анализа состояния законности вот в этой сфере. — Ну, в перечисленных инстанциях, да, о которых вы сказали? — Да, да, да. — Ну, вот все-таки какие обращения рассматривает прокуратура? Ну, вот давайте, наверное, приведем пять основных пунктов. Если больше, то здорово. — Ну, смотрите, я как бы вот так вот конкретно выделить вам не смогу, и ни один, я думаю, прокурор, ни сотрудник прокуратуры не сможет. Какие основные обращения поступают, разного характера, это начиная от бытовых каких-то банальных обращений, это в сфере ЖКХ, как правило, кончая там каких-то узких обращений, где там идет какой-то спор, где прокуратура может какие-то нарушенные права восстановить, либо пресечь нарушение законодательства. Если брать конкретно вот по нашему району, вот рассмотрение обращений граждан, у нас только вот за три месяца поступило более 400 обращений граждан в районную прокуратуру, 449, если быть точным, из которых было разрешено 356, то есть дан прокурорам либо заместителями мотивированный ответ гражданину в сроке, который нам говорит и 59-й федеральный закон на порядке рассмотрения обращений граждан, и наша инструкция о рассмотрении обращений граждан в органах прокуратуры. У нас порядок какой? У нас мы принимаем обращение, обращение регистрируется, и, соответственно, прокурор района это обращение направляет либо заместителя, либо непосредственно сразу на свое усмотрение исполнителю для разрешения. Мы это обращение тоже так же принимаем, смотрим, подлежит ли оно рассмотрению, может быть, какие-то есть недостающие сведения, когда необходимо, да, вот сейчас с нами все чаще и чаще практикуется такое, вызвать гражданина повторно и уточнить доводы его, потому что не всегда бывает понятно, что он имеет в виду, что именно нарушено. Если, как я говорил, более бытовые вот такие брать, потому что там бывает, что гражданин доводы указывает, но они не конкретизированы. Для этого мы вызываем гражданина, он конкретизирует под объяснение, либо дополнительно нам самостоятельно приносит какие-то пояснения в дополнение к своему обращению, чтобы мы поняли, что вот этот гражданин, фамилия такая-то, нарушены требования закона такие-то, в чем выражается его нарушение. И, соответственно, он там перечисляет. Вы сейчас одновременно дали совет нашим телезрителям, если вдруг направляется письмо или жалоба в прокуратуру, то свою претензию нужно описать подробно, да, подкрепляя, ну, какими-то доказательствами, чтобы не приходить повторно. Да, даже не столько подробно, когда более конкретно. Бывает такое, конечно, это, конечно, больше наши сложности, в том, что написано много, а по существу там два-три довода надо рассмотреть. Ну-ка, в любом случае мы это все читаем, рассматриваем, даем обращение гражданину, если имеется основание для реагирования органами прокуратур принятия каких-то мер, то мы реагируем, соответственно. Хорошо. Я поняла вас, Андрей Александрович. Ну, давайте тогда немножечко пойдем от обратного. Вы сказали, что с очень многими просьбами и проблемами обращаются в прокуратуру. В таком случае с чем нельзя обратиться в прокуратуру? Ну, вот из практики, вот очень, ну, немного, не очень много, я совру, я так скажу. Ну, есть вот такие, например, обращения у нас поступают, когда на действия судей, на вмешательство суда, требуют жалобы. У нас наше законодательство, начиная от федерально-конституционных законов, закон о прокуратуре говорит о том, что мы в деятельность суда не вмешиваемся в рамках рассмотрения, в рамках жалоб на судей и деятельность суда. То есть это не наша компетенция. Суд – это отдельная ветвь власти, которая самостоятельно рассматривает обращения. – Хорошо. Прокуратура, обращение, жалоба – это разные для вас понятия? – На самом деле нет. На самом деле нет. Любой гражданин как бы обращается к нам, либо жалуется с каким-то вопросом. Как я уже, опять же, говорил, жалобы проходят регистрацию, и, соответственно, прокурорам района, либо заместителями принимается решение. Это первый семидневный срок у нас на принятие решения направить эту жалобу по подведомственности. Когда, к примеру, там заявитель говорит о совершенных в отношении него каких-то противоправных действиях, мы видим, что там необходима проверка, например, правоохранительными органами. Может быть, это процессуальная проверка, может быть, это в рамках оперативно-ростной деятельности. Такие жалобы направляются у нас для организации проверочных мероприятий уполномоченными на то органами. Об этом также статья 8, 59 закона, также об этом говорит. – Интересно, прокуратура действительно может помочь там, где другие ведомства не смогли или, может быть, просто не захотели? – Ну, конечно, в нашей практике разные случаются случаи. Бывает, конечно, и мы до последнего добиваемся, когда видим, что действительно вот обращение гражданина, гражданин пишет о том, что его права нарушаются. Мы организовываем проверки. – Хорошо бы здесь пример привести, вот какой-то действительно реальной жизненной ситуации. Можно? – Ну, да я думаю, да, это, в принципе, встречается. Мы в судебном порядке добиваемся. Вот давайте вот самое вот то, что вот это социально уязвимые категории граждан. Возьмем дети-сироты, несовершеннолетние, ветераны Великой Отечественной войны, ну и вот все, которые относятся к социальной категории, пенсионеры. Вот, они, когда обращаются к нам, у нас и сроки сразу сокращенные, сами для себя мы ставим, нужно вникнуть в проблему граждан, поскольку это, как я уже сказал, социально уязвимая категория. И потом уже по результатам проверки принимать решение. Если я вот первых назвал, там, дети-сироты к нам обращаются, то мы, соответственно, запрашивая в органах местного управления, как дети-сироты в 99% случаев жалуются на то, что им своевременно не предоставляется жилье. – Ну, их представители, наверное, обращаются, либо они сами напрямую уже по исполнению 17 лет, да? – Да, они приходят уже с документами, которые им предоставляет там органы местного управления, ДУИ там, либо еще какие-то. Мы смотрим, действительно ли ему должна быть предоставлена именно нашим органам местного управления, я имею в виду городским округом Самара, потому что они у нас компетентны. Либо это другой район. Если это другой район, мы, соответственно, направляем по нашей инструкции, и, соответственно, как я уже говорил, по 59-му закону, который регулирует рассмотрение обращений к гражданам, мы направляем это прокурору, коллегам своим, в другой район, если это городского округа Самара, то тогда уже нами проводится соответствующая проверка. Мы запрашиваем пакет документов на каждого сироту, потому что они не вчера же встали на учет, они давно стоят, на каждого есть определенный пакет документов. Это департамент управления имуществом, и это органы опеки в первую очередь. Мы запрашиваем, ставим сроки для предоставления, ну, объективные, конечно, сроки, чтобы и подготовить успели, и после этого мы это анализируем и принимаем мер реагирования. Выясняете причину непредоставления наверняка, да? Конечно, мы выясняем причину, ну, как правило, причина у нас одна, это недостаточность бюджетных денег для этого. Но при этом сироты-то, они не виноваты в этом, то есть, соответственно, мы уже либо выносим представление, у нас были исковые такие, направлялись заявления в суд об обязании органов местного управления предоставить жилье детям, оставшихся без попечения родителей, либо из их числа. Спасибо большое. Ну вот, с какими проблемами чаще всего обращаются граждане, я вас уже спрашивала, но ведь есть еще одна острая тема. Вот, к сожалению, в конце прошлого года и в начале этого в области произошло несколько пожаров, в которых погибли дети. Вот здесь, как прокуратура, оказывает содействие, может быть, воздействие. Но мы знаем про эту проблему. У нас на территории района таких случаев не было, но при этом у нами превентивные меры постоянно принимаются. То есть, соответственно, мы в рамках требований организационно-распорядительных документов, генеральной прокуратуры, прокуратуры области, мы организовываем проверки управляющих компаний, ресурсно-обживающих организаций на предмет надлежащей работы ими по обеспечению вот этих требований безопасности. Если мы конкретно многоквартирных домов берем, если мы берем какие-то образовательные учреждения, то мы по образовательным учреждениям, мы вот, я вот так скажу, в том году все прям предметно, каждое дошкольное образовательное учреждение, в том числе и школьное образовательное учреждение, школа-интернат, мы все прошли с проверкой, с привлечением, конечно, специалистов, которые имеют особое познание, но это наши представители, Министерство чрезвычайных ситуаций, провели проверку, и на основании совместных проверок, а также справок, предоставленных контролирующими органами, нами уже направляются меры прокурорского реагирования, если они этого требуют, если чего-то не хватает, этого необходимо установить. Ну, различные нарушения, они от мелких и бывают даже до значительных, вносятся в адрес образовательных учреждений, либо дошкольных образовательных учреждений, если это по итогам рассмотрения представления не исправляется, не приводится в належащий вид или порядок, как это должно быть, то тогда уже нами рассматривается вопрос о направлении искового заявления об обязании вот этого образовательного учреждения, требования пожарной безопасности нарушения исправить, а департаменты, как правило, образования, мы обязуем, ну, в своем исковом заявлении, это все единовременно происходит, обеспечить финансирование на проведение таких мероприятий, там, заключить, то есть в рамках 44-го закона закупку правильно провести, заключить контракты государственные либо муниципальные, и, соответственно, это устранить нарушения в полном объеме, в каком требуем мы, ну, и требует в первую очередь закон. Хорошо, в продолжении разговора, Андрей Александрович, я не могу не спросить вас о Красно-Англинском районе, вот ваша территория благополучна, если все-таки говорить о, наверное, криминальной ситуации? Ну, тут, конечно, преступления совершаются, и они у нас регистрируются, а благополучный или неблагополучный, конечно, есть проблемы, с которыми мы предметно разговариваем, и в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами, которые у нас тоже на территории своей деятельности осуществляют, и органы местного управления, мы проводим проверки, какую они превентивную работу проверяют, ну, преступления регистрируются, конечно, противоправные деяния совершаются, если бы это не совершалось, то бы тогда и не реагировали бы ни проохранительные органы, ни мы. Ну, если по первому кварталу, к примеру, брать, там у нас зарегистрировано меньше преступлений, у нас в первом квартале, в первом квартале аналогичного периода прошлого года, ну, 2021 года, условно говоря, было зарегистрировано 500 преступлений, в этом квартале, вот, истекшем, текущего года, 397, то есть там получилось 20 практически процентов снижения. Ну, опять же, сказать, какая она у нас, эта обстановка, точно тут я не смогу вам... Вот еще... На мой взгляд, конечно, это большой, ну, большой процент, большое количество зарегистрированных преступлений. Ну, может быть, и проохранительные органы много зарегистрировали, выявили тоже этих преступлений, много заявили, граждане проявили свою... сознательность, да. Тут много факторов, которые... Из которых складываются, да, наверное, общие цифры и обстановки. Да, да, это целый анализ. По итогам полугодия он, как правило, прокурором проводится, собирается в соответствии совещание, совещание с заинтересованными лицами, проохранительных, опять в первую очередь, органов профилактики, и уже обсуждается, уже на основании имеющихся дан, потому что по кварталу не совсем, а важно объективную картину дать. Да, составить. Да, продолжаем разговор. Вы знаете, есть ли какие-то вот отдельные ситуации, например, жалобы, связанные с малолетними детьми, и есть ли какой-то вот критический экстра-вариант, когда вмешательство прокуратуры требуется немедленно, и вот прямо вот сейчас, силюминутно? Ну, конечно, у нас такие ситуации, я в целом даже скажу по органам прокуратуры, поскольку у нас надзор за исполнением, за соблюдением законов о несовершеннолетних и молодежи также находится на особом контроле, как генерального прокурора, так и прокурора области, прокурора города. У нас любая жалоба, где у нас затрагиваются права несовершеннолетнего, где мы видим, что это там не вот вода какая-то там, грубо говоря, в обращении, и ничего конкретного, как я уже говорил, конечно, мы это тоже проверяем. А когда уже конкретная ситуация, уже тем более, когда-то случилось, то мы сокращаем сроки до максимальных и проводим проверку, реагируем. А как проводите проверку, как реагируете? Лично ходите, ну, там, не знаю, помощники. Конечно. Да, ходите, адресно беседуете, проверяете. Расскажите, пожалуйста, вот здесь пример. Ну, в первую очередь, заявитель. Как правило, заявители – это представители несовершеннолетних. Ну, это, скорее всего, либо мама, либо папа, родители. Ну, бабушки, дедушки такое бывает тоже. Вот. Мы их, когда они обращаются там по интернету, либо они обращаются к нам как-то по средствам почтовой связи, приходят к нам, либо они кидают в ящик. У нас такой тоже установлен при входе для обращения граждан. Мы его каждый год, каждый день, извиняюсь, скрываем. Ну, то есть это не анонимные сообщения, это с реальными подписями. Анонимных очень мало. Как правило, это там реально родители, реально какая-то проблема, с которой нужно работать. Ну, и, соответственно, проводится опрос, отбирается объяснение у родителей, в чем конкретно его… Он считает, что нарушены права несовершеннолетних. Либо они нарушены, там ребенок, не дай бог, конечно, это угроза жизни и здоровью, либо уже причинен вред какой-то здоровью. И, соответственно, уже нами органы в системе перифилактики, которые у нас… Ну, они все перечислены в законодательстве. Вот. С ними обсуждается, это все тоже запрашивается, стояла ли семья на учете, стояла ли она как в социально опасном положении, стояла ли она на каком-то… стояла ли несовершеннолетней на профилактическом учете в учреждении образования. И эти все моменты в срочном порядке вы это… Выясняются. Собираются, выясняются, да. И уже там потом более предметно мы вникаем в проблему и решаем ее. То есть либо реагируем в отношении образовательного учреждения, если образовательное учреждение своего учащегося там, ну, не обеспечило условия, которые он обязан по закону получать. Это условия, я имею в виду, на образование, на жизнь здоровой среды, на жизнь здоровья, получение им законного образования в образовательном учреждении. Либо уже какие-то, там третий момент выходит, то есть, грубо говоря, когда необходимо вмешательство, может быть, органов правоохранительных, когда там уже они в рамках своей уголовно-правовой плоскости проводят проверки, если там совершены какие-то противоправные действия, которые проверки необходимы проводить, уже процессуальные, то тогда уже органы прокуратуры осуществляют надзор, конкретно за материалом проверки, который у нас тоже, так же, как я сказал, на контроле, мы смотрим законность принятого по нему решения именно со стороны органов правоохраны. Скажите, пожалуйста, а вот какие конкретно меры предпринимает прокуратура в плане того, что ваше ведомство может конкретно, ну, простым языком сказать, сделать, наказать, выписать, административную какую ответственность Ну, конечно, есть у нас акты прокурорского реагирования, такие вот, как внесение представлений в адрес директора образовательного учреждения. Вот, если мы вносим такое представление, мы в любом случае ставим вопрос в представление, чтобы работодатель уже непосредственно организовал служебную проверку в отношении своего подчиненного и рассмотрел вопрос о привлечении виновных лиц, выяснил сначала тот же дам директор, образовательного учреждения, кто конкретно, это учитель, у которого он вклезал в классе, либо завуч с ним работу не организовал, там, например, какую-то это в отношении профилактического ребенка, ну, в зависимости от ситуации, опять же, и уже директор рассматривает вопрос о привлечении того-либо иного лица к дисциплинарной ответственности, то, соответственно, если директор усматривает в действиях своего работника, подчиненного какие-то признаки того, что действительно вот этот вот работник стал виной произошедшего какого-то деяния, то он привлекает его приказ выносить о привлечении дисциплинарной ответственности, в виде замечания выговора либо строгого выговора за вот эти вот деяния, то есть лицо привлекается дисциплинарная ответственность. Также нами прорабатывается вопрос о возбуждении дела об административных правонарушениях. То есть, соответственно, если мы усматриваем какие-то правонарушения там в сфере образования либо еще где-то, то если они подпадают под признаки состава правонарушения, которые перечислены в кодексе административных правонарушениях, соответственно, мы такое дело возбуждаем и в отношении как правило должностных лиц от виновных. Мы поговорили об образовании, я не могу не спросить вас о здравоохранении, часто ли жалобы поступают на неоказание качественной медицинской помощи, ну вот, если мы говорим об этой системе? Ну, на неоказание качественной некачественной медицинской помощи, как правило, нам редко очень. Такие у нас специальный есть Росздравнадзор орган такой, вот такие жалобы, как правило, рассматривают и заявители уже непосредственно либо в Министерство здравоохранения, либо в Росздравнадзор, которые полномочены такие проверки проводить, потому что там нужны, как я уже ранее говорила, особые познания вот в таких проведении таких проверочных мероприятий. Мы такими познаниями, как правило, не обладаем, потому что там, ну, люди для этого учатся, там, в университетах получают специальное образование и могут сказать, в полной ли мере там оказана эта медицинская помощь или не в полной мере, да. У нас даже в законе о прокуратуре у нас предусмотрено, что прокурор это, не вправе, что прокурор у нас не подменяет, не вправе подменить иные органы, которые уполномочены на проведение вот прям вот конкретных проверок. Вот если вы, как вы говорите, в этой ситуации по неоказанию помощи либо некачественному оказанию, либо несвоевременному, то у нас органы компетентные для проведения таких проверок это Росздравнадзор, Министерство Здравоохранения. Как правило, обращение туда в первую очередь направляются. Спасибо вам большое. Андрей Александрович, вот и такой вопрос. Если у районной прокуратуры что-то не получилось, вот когда требуется помощь вышестоящего прокурора? Ну, такого, как правило, тоже нет. У нас есть наши компетенции на уровне района. Если мы с Красноглинского района, то у нас там есть своя администрация, есть свои какие-то органы, органы муниципального контроля. То есть, когда заявитель нам направляет обращение, мы уже разбираемся, непосредственно запрашиваем. Просто если, к примеру, мы устанавливаем факт того, что права заявителя нарушаются, к примеру, организации надзор, за который мы не осуществляем это регионального какого-то значения, либо городского, то тогда эти сведения направляются для принятия мер реагирования либо прокуратуру города Самары, либо в прокуратуру области, чтобы они принимали меры такие самостоятельно. И вот такой у меня к вам вопрос будет. Андрей Александрович, вот из нашего интервью я делаю вывод, что вы очень компетентный сотрудник. Скажите, а вы всегда хотели стать прокурором? Ну, да, хотел работать в правоохранительной системе, после университета пошел в армию, после армии устроился, вот как-то повезло, так и продолжаю работать с 2014 года. Любите свою работу? Да, работаем, нравится. Ну вот в каждой работе... сложности свои, но это... В каждой работе, как и у вас... Ну вот, кстати, в каждой работе есть свои стандарты, а вот назовите несколько качеств идеального прокурора, на ваш взгляд. Да, вы знаете, если честно, таких качеств, главное проникаться в проблему человека, слушать людей и действовать уже как бы начиная от простых логических соображений, кончая нормой закона. Ведь мы... У нас в первую очередь вся наша деятельность надзорная направлена на соблюдение как конституции нашей главного закона и всех остальных кодексов, федеральных законов и всей нормативно-правовой базы. Нам... Мы не можем как-то по-другому. Спасибо вам большое за очень хорошее интервью. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу прокурор в теме. Ну что же, обязательно увидимся. Всего хорошего. Будьте здоровы и не нарушайте закон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин